Рождество Христово Наша Церковь начинает с 27 ноября, Рождественский пост, который мы посвящаем идущему празднику Рождества Христова, который собой знамя для нас событие, открывающее великую страницу истории человечества, когда Бог боговолил ради спасения человека греха и смерти, сам стать человеком, не приняв на себя все человеческое бытие, до конца без остатка, соединившись с нами в нашей земной судьбе, испытать и горькие чаши страданий, смерти, сошествия в ад, воскресенье, и тем самым, отворив человечеству, путь к новой жизни, к восстановлению того, что человек вода и материал, но в нем во Христе, воплотившемся, распятном, воскресшем и обрел. Таким образом, для нас праздник Рождества Христова это возможность задуматься о том, для чего, для кого даже, вернее, Бог становится человеком, и каков посыл этой заботы, любви к нам, и каким может быть наш ответ на этот посыл, на это ожидание, на это чудо Божьей близости к нам. И ответ, который дает нам опыт Церкви, традиции христианского богослужения, таков, что этот ответ должен быть ответом жертвы, посвящения, принесения себя Богу, не только в части ума, каких-то молитв, да, и духовных созерцаний, но и в части своего воздержания от всего того, что вкусного, радости, интересно, дает нам этот мир. Прежде всего, аскетическая традиция Церкви аттретирует внимание на воздержание пищи от пищи животного происхождения, которое наиболее, что ли, располагает нас к тому, чтобы быть связанными избыточными узами с этим миром, и как раз-то разрывая эти узы, ограничивая себя в удовлетворении своих насущих территорий и потребностей, мы немножечко делаем свободными чуть-чуть сферу своей души, своего духа, своего созерцательного уровня жизни. И Церковь нас призывает в этом делать пост не вещью в самой себе, не ценной ради самой себя, а лишь тем, что служит делу нашего духовного становления и открывает нам какие-то другие возможности того, чтобы понять, кто мы в этом мире, кто для нас Господь, каким мы можем быть перед Ним, в своем движении к Нему. И поэтому опыт Церкви в Рождественском посту, рано к Великому посту, это опыт, приглашающий нас к тому, чтобы мы совершили духовное путешествие. И итогом, финалом, концом этого путешествия было бы наше трепетное, радостное обстояние у яслей младенца Христа, которое, кстати, на одной древних иконах изображается в виде жертвенника. То есть, Христос, уже рождаясь, является тем магнием, адресом Божьим, который будет принесен в жертву своей любви ради человека. И вот, чтобы мы, совершая пост, немножечко устеснив себя в своих физических потребностях, интересных потребностях, размышляем мы над тем, а вот какую жертву Бог приносит нам и какую жертву я в свою жизнь могу принести Ему, чтобы Его любовь нашла отклик во мне и моя жизнь стала жертвой и любовью Бога. Субтитры создавал DimaTorzok